Ни с того ни с сего решил, а не заняться ли мне боксом. Пошел в зал, походил, побегал, попрыгал. Дима, а что ты делаешь? Это же не твое. Вот почему-то я внутри почувствовал, что это не мой вид спорта, это не для меня. Пришел в тяжелую атлетику в 90-м году, это мне было 10 лет. Никогда я не выделялся, что я супер какой-то талантливый спортсмен, супер гений тяжелой атлетики. Всегда был вторым, а именно на Олимпийских играх я приехал, я стал олимпийским чемпионом в спорте. Самое главное владеть своими нервами, сдержать свои эмоции до соревнований и выпустить пиковый момент, когда это нужно было. Карьера спортсмена когда-нибудь заканчивается, вот и у меня так получилось. 2008 год, я выступаю на чемпионате Европы, получаю небольшую травму и потихонечку начинаю задумываться, что есть жизнь помимо спорта и надо думать, что делать дальше. И в 2009 году была возможность возглавить школу Олимпийского резерва по тяжелой атлетике в МГФСО. Мы пообщались, и нам мэрия предоставила такую возможность. У нас теперь есть фок-юнность, где теперь кипит работа, где теперь есть много молодых ребят, занимающихся тяжелой атлетикой, боксом, фехтованием. В детстве всегда говорят, что будешь заниматься тяжелой атлетикой, не вырастешь. Обязательно приплетут туда допинг, проблемы со здоровьем, что у тебя будет болеть спина. И вот эти все отвратительные некрасивые стереотипы, они отталкивают детей, они отталкивают родителей. И более того, скажу, к нам в залы приходили порой дети с кривыми спинами, с кривыми ногами, с неправильной осанкой. И через буквально пару лет занятием тяжелой атлетики этих детей мы просто не могли узнать. Эти дети приходили на диспенсеризацию ко врачу, и сами врачи удивлялись. Чем ты занимался, где ты ходил, куда ты ходил? А он просто говорил, я занимался тяжелой атлетикой, врачи просто не могли поверить, но давали добро и говорили, продолжай заниматься, молодец. В моем жизненном опыте уже сменилось несколько генеральных директоров. Хочется отметить, что как-то работа пошла по-другому, более, наверное, как-то спокойно, увереннее. Человек, который разбирается и понимает в спорте изнутри. Будет какая-то уверенность в завтрашнем дне. У нас в штате работают шесть заслуженных тренеров России. Аниканов Геннадий Викторович, Владимир Сафонов, Кольцов Владимир Семенович, Тороненко. Владимир Сафонович, наши такие корифеи, которые уже со дня существования, наверное, МГФСО, работают в этой организации. Благодаря им у нас много титулованных спортсменов. Конечно, не забываю я Наталью Ширя. Очень трудно взять мальчика десятилетнего и вырастить его до уровня, там, даже мастера спорта международного класса. Вот эти именно тренеры этого добились. Помимо заслуженных тренеров, все-таки в организации работает класс тренеров, которые занимаются новичками. Дмитрий Николаевич Хрущев. Я не встречал такого тренера, которому тянутся дети, которому тянутся родители этих детей. Он вокруг себя создал такую обстановку, на что приятно посмотреть. И я горжусь, что у меня в школе есть такой тренер. Это, конечно, Иван Николаевич Заикин и много-много других тренеров. Это и молодые специалисты. Хочется, конечно, охватить всех, хочется, конечно, рассказать о каждом, потому что каждый тренер – это своя история. Многие тренеры просто могли бы уйти и сказать, что мы могли бы получать зарплату в тренажерных залах, в фитнес-клубах. Но они, невзирая на зарплату, у кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то не хватает. Они занимаются своим любимым делом, они занимаются в удовольствии. Если я кого-то там забыл и отдельно не сказал про него, это не значит, что не помню. Я ими горжусь. Я знаю, что они выполняют добросовестно свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok